Во второй половине 19 века головной болью американского правительства стали финансовые мошенники, легко печатающие фальшивые доллары, потому что черно-белые банкноты было легко скопировать с помощью примитивных фототехнологий. Ответ на вопрос, при чем тут армяне, находится в правительственных архивах США за 1854 год, когда озадаченные проблемой чиновники правительства объявили конкурс на средства защиты долларовых банкнот от подделывания. Конкурс выиграл армянин из Стамбула химик Христофор Тер-Серобян, известный также как Хачатур Серобян. Он родился в 1825 году в Стамбуле, тогда в Константинополе. Закончил Ельский университет, где изучал химию, медицину и богословие. Для защиты доллара от мошенников он придумал особый зеленый цвет банкнот, который, во-первых, не поддавался копированию, а во-вторых, вызывал на психологическом уровне доверие к купюрам. Тер-Серобян использовал желтую жидкость, которая при нанесении на бумагу принимала грязновато-зеленый цвет. Он-то и стал на полтора века одной из главных отличительных черт долларовых банкнот. За это изобретение армянин получил медаль правительства США, а турецкий султан Абдул-Меджик I – благодарственное письмо, в котором американцы советуют османскому правителю гордиться своими талантливыми подданными. Тер-Серобян получил немаленькое по тем временам материальное вознаграждение – 6 тысяч долларов. Деньги он потратил на учебу, окончил медицинскую академию и стал доктором. В 1860 году армянский изобретатель вернулся в Стамбул, где до конца жизни работал придворным лекарем. Христофор Тер-Серобян умер в 1874 году в Константинополе. Формула краски, изобретенная армянским ученым, до сих пор является секретом Бюро США по гравировке и печати.